Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Но сегодня у нас абсолютно не лётный ролик, а гастрономический, вы не поверите. Мы будем готовить по вот этой замечательной книжке, мы потом её порекламируем. И будем мы готовить бычьи хвосты! Очень выглядит это аппетитно. Я честно скажу, для меня это не новинка, я это уже ел. И мы настолько вкусно и замечательно это приготовили, что решили готовить ещё раз. Собственно ингредиенты, которые есть, это бычьи хвосты, купленные в магазине, кумин, орегано, корица, чёрный перец, розмарин. Ну то есть всё, что как обычно, там немножечко чесночку, сольки. И мариновать мы будем в красном сухом вине, а завтра мы, когда будем готовить, добавить сладкое вино. Вот такой забавный вариант с потрясающим результатом. Почему мне интересны эти бычьи хвосты? Дело в том, что первый раз я их ел в Южной Африке, когда летал там на планере. И меня пригласила немецкая команда, думаю, на Рождество. Я там был один, грустил, говорит, давай к нам. И угостили там, была большая такая кастрюля изготовленных этих бычьих хвостов. Я съел три и смотрел вот таким взглядом, как это, коты смотрят. И они мне дали ещё кусочек, говорит, ладно, видно, что мы тебя впечатлили этим блюдом. И честно, эти хвосты были с жалким подобием по факту. Они были безумно вкусные. Но когда моя сестра мне приготовила настоящие вкусные бычьи хвосты в очень хорошей книге, я полностью изменил своё мнение. И было только на следующее утро одно ощущение – хочу ещё. То есть я проснулся, там, извините, в общем-то не только хвосты были. Но вот я утром проснулся, обошёл кухню, обнюхал её и понял, что ещё раз нужно то, что нужно повторить. И мы сегодня повторяем бычьи хвосты. Я постараюсь вам записать этот рецепт замечательный, потрясающий. Ну и показать, как вообще это вкусно. Итак, самое главное – это помыть бычьи хвосты. То есть их нужно растерзать. Надо вскрыть все упаковки. Купили мы вчера в замечательном совершенно магазине. Замечательно. Основное, что в магазинах – это продавец. Ну и, понятно, ингредиенты должны быть хорошие. Но человеческий фактор значит очень много. Так вот, человек, который рассказывает, как это… Ну, он говорит нюансы. И ты, может быть, их можно пойти и купить на рынке у бабушки, у дедушки. Но ты заходишь в магазин, который правильный. Ты видишь человека, который правильный, который горит этой идеей, что-то готовить. Он тебе начинает рассказывать. У тебя в магазине уже начинает течь слюма. Как ты понимаешь, как это можно вкусно сделать. Вот его пара советов. Сколько выбрать, сколько килограмм, сколько на человека, что-то ещё, сюда-сюда. Они располагают к ощущению, что ты хочешь вернуться в этот магазин. Вы вернулись в него и купили эти хвосты. Они были замороженные. Хвосты должны быть замороженные. Вы когда-нибудь видели, что у бука было два хвоста? Ну, я, например, ну, как говорят, это не хвост, подумал волк и густо покраснел. Так вот, двух хвостов не бывает. И поэтому, когда говорят, что хвосты свежие, ну, сколько надо быков забить? Вот мы там как минимум, наверное, с двух или трёх купили сейчас. Поэтому чаще всего хвосты продаются, хорошие хвосты продаются морожеными. Это суп-продукт, он больше трёх дней не хранится. И, честно, мороженое, не мороженое, я понимаю, да, что скажут? Как можно готовить из мороженого мясо? Это же вообще ужас-ужас-ужас. Ну, может, ужас, но точно не ужас-ужас-ужас. Мы готовили из замороженного. И главное мясо хорошо и аккуратно разморозить. Мы его отмываем, осушаем. Вот я, кстати, никогда бы не подумал, что мясо нужно осушать. Потому что, кажется, мы его моем там, мочим. Нет, нужно осушить, потому что потом вы как-то хитро натирать. Ну, сейчас вы всё увидите. Я сам в подмастерьях, я же, как вы видите, чёрная рабочая сила. Мой руководит, моя сестра. Она скромничает, не хочет наберёте план. Поэтому приходится за неё отдуваться мне. Ну, и вы видите меня со спины уж, простите. Так, ну вот, хвосты помыты. Сейчас я уберу вот этот шмурдяк весь. Самое главное основное правило на кухне, которое, ну, меня научил мой друг Саша. Он говорит, Волков, самое главное пошагово убираться. И мыть посуду промежуточную, чтобы потом не накапливалось и не было мучительно грустно. Так, готово. Итак, друзья, как это выглядит? Хвосты обмыты. Сейчас они будут обсушиваться. Почему всё так? Почему мы высококультурно в тканевое полотенце красивое, там, в салфеточку это всё заворачиваем? Дело в том, что у нас кончились булашные полотенца. И поэтому, почему нужно просушить мясо? Потому что мы сейчас будем натирать его специями. И если мясо мокрое, то с него эти специи сваливаются. Ну, короче, теория такая. Нужно просушить полотенцами. Вы не думайте много, а просто делайте так же. Если сохранить рецепт аутентичным, у нас всё получится так же вкусно, как у нас. А вкус я вам гарантирую. Приготовление маринада начинается с 3 чайных ложек соли. 3 чайных ложек кумина. Кумин я обожаю. Я, друзья, потом про куминовую историю в процессе расскажу. Очень-очень интересную. Как я искал кумин всю мою жизнь. Что ещё кладут? 1,5 чайной ложки корицы. Да, кстати, хвостов у нас 3,5 килограмма, чтобы понимали, на какое количество это всё. Пахнет уже вкусно. 1 чайной ложки орегано. Что такое орегано, Рынок? Ну, вот орегано. Нет, я всегда слышу, что такое орегано. Что оно такое? Вот такая хрень растёт, да? Травка. Травка, да. Ну и выглядит... И теперь много-много перца. Ты его будешь трясти? Да, но я хотела бы, чтобы ты его... Давай, я тогда буду трясти. О, давай я буду трясти, расскажу историю про кумин. Помните, когда мы были все маленькими, ну, тех, кому вот там полтолстый, мне 48, был болгарский кетчуп. Такой, в таких конусных бутылках вкуснейший. И это была моя страсть, боль. И я мог съесть яични с этим кетчупом, сосисок с этим кетчупом, всё что угодно. И бабушка обычно его покупала. Я к ней всегда заходил в гости. Ну, не только за кетчупом, просто в гости. Но и вот всегда было очень вкусно, у меня был этот кетчуп. А потом началась перестройка, Советский Союз. В общем, короче, кетчуп этот исчез. И... А у него был такой вот привкус чего-то такого. Вот, вот, вот такого. И я покупал кетчуп. У меня даже какая-то болезнь стала покупка кетчупов. Чтобы, значит, попробуйте, а вдруг это тот самый. И такого самого не было. И где-то году, наверное, в 2004-м, я попал в Москве, в болгарское кафе. И что-то мы заказали, и нам принесли кетчуп. И он был тот самый. Я говорю, шеф-повар, помогите, спасите. Расскажите, что же это такое? Что у него кетчупа такого, что вот у него такой вкус? И он говорит, кумин. Я говорю, а можно этого кумина вот хоть потрогать и хоть понюхать? И мне приносят там, ну, щепотку этого кумина, я нюхаю. Оно! Ну, и я после этого научился делать болгарский кетчуп. То есть берешь обычный кетчуп, добываешь туда кумина, получается то, что я люблю. Ну, я уже, наверное, много начел этого сердца. Две чайные ложки будет? В такие моменты я всегда хочу купить электрическую мельницу. Потому что нажал так на кнопку, вар-вар, но это же будет пошло. Вот я хотела сказать, это же, наверное, не совсем то. Не будет теплоты рук в этой еде. Тепзе лампу мыли. Тепзе лампу мыли. Есть хочется очень, друзья. Никогда не готовьте это блюдо голодными. Потому что вот вам хочется сейчас эти хвосты взять и растерзать. Ну, хватит. Волшебная смеська тут. Аленка, расскажи, как ты добыла эту книжку. Ой, это великолепная книжка. Однажды я ходила на занятия по пилатесу. И у нас была рождественская вечеринка. Мы собрались, и девочки должны были принести каждой что-то вкусненькое. Я принесла каннели. Сама делала, конечно. И у нас был объявлен конкурс на самое вкусное блюдо. Как ни странно. В общем-то, ожидаемо. Мои каннели заняли первое место. Я получила в подарок эту книгу от девочки, которая является соавтором. Они написали ее с мужем. Замечательная пара, которым я очень благодарна. Эта книга, она просто замечательная. Все, что бы я оттуда ни делала, получается просто великолепно. Мне кажется, что даже если ты не умеешь готовить и делаешь из этой книги, у тебя точно получится. Гурманский обед по-другому. И именно их взгляд на авторы Эдита и Артурас. Сестра моя настолько умеет и любит готовить, что я думаю, что похвала от нее это вообще прям... Даже с надписью. Да? Ого-го. Товарищи Эдита и Артурас, я вас категорически приглашаю полетать на планере. Потому что вы сделали мое новое видение бычьих хвостов. Ну вот они даже с самого начала пишут. Мы, ну пишут кто они, Gash The Life, мы всегда любили цветную жизнь. Жить, ну не знаю, по цветному, ярко. Вкусно поесть, широко улыбаться. И их всегда, они всегда чувствовали жажду новых впечатлений. В начале они нашли друг друга. Да, это самое главное. И потом они создали формулу... Квапнаус Генанима. Ароматной жизни. Ароматной жизни. Так, наша формула ароматной жизни пахнет так, что аж дым идет. Поэтому сейчас я буду натирать вот эту смесью. Сейчас ее перемешаю и буду натирать, собственно, вот эти хвосты. Ты так его расхвалил. По многочисленным просьбам добавляется кумина еще немножко. На глаз. Друзья, кумин бывает вот такой вот уже молотый, а бывает в зернышках. А зернышки мы будем использовать позже для... Когда будем тушить. В зернышках тоже есть, понятно. Но я обычно чаще всего в зернышках, когда вот всякие шашлыки мариную, еще чего-то. Я практически все с этим. После вот этой любви к болгарскому кетчупу, кумин это моя просто радость. Работай. Крогодил, бой! Ну что, значит, вот у нас смесь. И теперь мне надо равномерно, ну как равномерно, непонятно, втереть это все в каждый хвост. Под каждый хвост, каждый хвост натереть. И поэтому я спокойно беру и сначала я, честно говоря, вот так вот не думаю. Прын. Все это посыпаю. Потом я сейчас аккуратненько беру каждый хвост и добавляю ему немножко этой штуки. И меняю хвосты местами. Здесь важно действительно втереть, потому что потом, когда мы помажем это все вином, нальем вина, еще чего-то, вот эта смесь уйдет и она уйдет дальше в вино. Короче, это все равно все хорошо перемешается и замаринуется. Но, вот я даже чувствую, что как хорошо, если каждый хвост отлично натереть этой смесью. И, честно говоря, доставляет некое удовольствие готовка. То есть, ты вот чувствуешь вот каждый хвост, чувствуешь, как этот процесс идет. Бездуховно сходить в ресторан и сожрать что-то, это один вариант. Приготовить что-то самому, это другой вариант. Я не скажу, что каждый день нужно готовить. И даже вот моя замечательная сестра, она очень редко балует нас всевозможными такими блюдами. То есть, это для нас просто праздник. Ну, можно сказать, раз в неделю. Я только что-то не думаю, что раз в неделю, это слишком редко. Но это всегда праздник, ну, такой, ну, как Новый год. Вы сколько раз в году ждете Новый год? Один раз. Поэтому, честно говоря, современный Новый год, когда вот он уже начался, сейчас еще 1 декабря не наступило, а во всех магазинах уже Новый год. Меня это бесит, кстати, нещадно. Это вот гонг. Я уже Новый год ненавижу только за то, что каждый год, два месяца готовят. Готовить нужно быстро. Мы готовим всего два дня. Сегодня замаринуем, а завтра будем готовить. Вот. И, в общем, праздник к нам приходит. Поэтому раз в неделю что-то приготовить вкусное, вполне себе ничего. А бывают люди, например, которые не умеют готовить. Это у меня есть знакомые, которые, например, яичницу жарят. То есть, как можно испортить яичницу? Вот, глубоко уважаемый любитель летных видов спорта, вы напишите в комментариях, как вы в своей жизни видели испорченную еду. Я видел испорченную яичницу. Я никогда не мог придумать такого. Это нужно взять холодную сковородку, не налив на нее масла, вылить на нее яйца, и когда они начнут гореть, пошкрябать их там какой-нибудь вилкой или ложкой, или еще чем-нибудь. Сошкрябать вот эту гадость, которая получилась, нашкрябать себе на тарелку и сожрать. Страшный сон. Ну, пока я вот это вот вам все рассказывал о своих страшных снах, я, видите, уже... Аленушка, ты вот так, половинка камеру, я тебе буду учить снимать. Не знаю, плавненько или нет, но навела. Видите, не осталось у нас практически нигде вот этой затирки. Все мясо замечательно, видите, так вот пропитано, промазано и моими руками приглажено. Руки чистые я мыл. Все, готово. Это должно полежать сейчас? Сейчас постоит, пока мы открываем вино, дегустируем его, разрезаем чеснок и готовимся к следующей фазе. А, то есть, вот эту, друзья, бутылку замечательную, причем с хорошим донышком, правильным. Я все говорю, донышка должна быть такой. В общем, мы ее не выпьем, мы всю, представляете, всю бутылку вот этого замечательного вина мы вали туда вот так. Когда делали в прошлый раз, моя душа выла. Но когда я ел в прошлый раз, моя душа думала, какой же молодец, что все-таки вытерпел и вылил эту бутылку туда, а не куда-нибудь в другое место. Ну да, когда будем завтра добавлять херес, ты будешь плакать гораздо сильнее. Хевреи не жалейте заварки. Друзья, моя сестра исправляет брак. Она говорит, не докрутил перца. Ну, это мне сердце подсказало. Сердце подсказало. А я сейчас только что вынул руки, и это очень болезненно, потому что жалко смывать специи, которые были на лапах. Но я, конечно, руки еще и облизал перед этим. Специи. Вот это все, что втерлось, оно божественно. Просто вот... Когда я делаю... У меня сестра готова убить. Это полная бескультурщина. Да, Ленка? Ну, в общем-то, да. Поэтому я так делаю только, когда ее нет. Вино у нас пенонуа. Так, ну-ка. Бокал вот этот я всегда боюсь разбить. Мне иногда достается их даже мыть. Братик, дегустируй. Я? Конечно. Это цель все только в меня. Я не умею дегустируй, друзья, не знаю даже, как нюхать. Но я умею пить. Ну, главное, я должен убедиться, что она хотя бы хорошая. Ну, пахнет она отлично, точно не кислота соляная. А, как это, как в школе там делали. Ты же помнишь, главное правило. Главные три правила. Правильно возьми бокал за ножку. Хотя бы оцени цвет вина. Я правильно взял. Ну, прекрасно. Главное, не за бокал. Чтобы на нем не оставались некрасивые пятна от пальцев. И вино не теряло свою температуру. Даже я так умею. Друзья, я дико невоспитанный человек. А Аленка, знаете, как я пью чай? Я сейчас раскрою. Я всегда туда ставлю ложечку. И Аленка, она даже устала со мной бороться. Она берет просто аккуратненько ложечку-то вынимает. Чтоб я глаз не выкололил. Я пью дальше. Но я купил себе большую-большую кружку, в которой ложечка прячется. Прячется и не торчит с краю. Проглотить не боишься? Нет. А вот еще второе правило. Оценить цвет и оценить запах. Цвет-огонь. На фоне... Друзья, вы же сами видите, цвет-огонь. Но запах я уже оценил еще сразу. Пока оценишь уже, пить устанешь. Подходит? Отлично. Я бы за эту бутылку бы... И, друзья, смотрите, какой страшный жест. Ах! О, горе! О, нет! О, горе мне! Разъезжай чеснок пополам. Чеснок слегка очистит шелухи. И резать пополам. И просто разрежь пополам, да. Я бы жёстку ему отрежу. Говорят, что не надо. Ну, если она тебе не нравится, отрежь. Она меня бесит. Ну, отрежь. Нет, не нравится, значит, отрежь. Сердце подсказало, всё. Вот Алёнке подсказало сердце добавить кумина, а мне отрезать жёбку этого чесноку. Сейчас я не пальцы себе отрежу. Что такое жёбка чеснока? Вот такая штука, которая меня всегда бесит. Она меня бесит в луке. Я всегда в луке вырезаю луночку, чтобы вынуть. Потому что это очень невкусно. Всё, теперь мое сердце чисто. Дальше что делать? Туда всё? Сбрасывай чеснок туда. Не надо его разбринкивать. Не надо ничего делать. В общем, чеснок уже на базе. И розмарин. Друзья, вот розмарин – это то, что я очень люблю. У меня растёт рядом с домом. Я выхожу с косой, так. Ош! Ну, ведь из косой. Ну, кусты вот прямо. И они вечно зелёные. И даже сейчас в ноябре цвили. Очень красивые цветочки мы голубыми. Сейчас вот раз, два, три. Гунду, утро, кетер, синг, сис. В общем, короче, много. Всё. Всё, накидал розмарина. И выливай вино. Слушай, тогда поближе, поближе снимай. Это же фильм ужасов, эпизод. Дождь, дождь, сейчас я вот так. Фильм ужасов, эпизод один. Одну бутылку, 0,7, вина вот к этим хвостам. Вот мне кажется, что вот это, кто растил эти хвосты, должны быть теперь счастливы где-то там. Потому что их так готовят, что не в сказке сказать, не в первом. Описать. Так, готово. К сожалению, наши хвосты полностью не покрыты вином. Поэтому время от времени мы будем их переворачивать. Иначе вина не хватит. Иначе вина не хватит. На вторую бутылку я не готов. Вот, поэтому сейчас пока можно просто так, хорошее слово есть, пошурудить. Вот так. Сейчас я еще вот эту шкурку сниму. Все, теперь я шурудю. К сожалению, сейчас смываются все наши натертости. Но так как мы достаточно долго, вы думаете же по видео это быстро. Тут же есть монтаж. Мы уже открывали вино. Мы думали, мы думали, сценарий мы не думали. Потому что, простите за спонтанный ролик. Как вы видите, даже я одет неприлично. В майку, которая мокрая. Сестра говорит, что здесь какие-то полотенца не те лежали. Но это, понимаете, это жизнь. Вот вы попали не в какое-то там специально подготовленное место, а в жизнь, как оно есть в жизни. Как готовит весело у нас в Вильнюсе. Я большой специалист по плотному укладке хвостов. Я их сейчас перемешаю и потом очень плотненько уложу, так, чтобы максимальное количество хвостов было залито вином. А потом я проснусь ночью. Благо мы завтра едем с Бенесом снимать ролик про литовских... Мы же не только канала пожрать, а канала мечты летать. Так вот мы завтра в 4 утра я встаю на поезд, который идет в Каунас. И мы завтра целый день снимаем ролики про литовских самодельщиков, которые делают самолеты. А вечером я возвращаюсь, мы делаем хвосты. Представляете, какой у меня в Литве напряженный график. Тут не до полетов. Друзья, чего только не сделаешь, чтобы не покупать еще одну бутылку вина. Аленушка, покажи, пожалуйста. Вот смотрите, я все мясо распределил, и теперь осталось единственный кусочек. Если я его тыкиваю в любое место, например, вот сюда, как раз, то вылезают все остальные. Поэтому я решаю, что, конечно, я лучший утыкиватель, но все-таки с одним куском не справился, и кладу его в лужицу. То есть мне, по сути, нужно будет немножко перевернуть все. А Аленушка сказала, что ее сердце подсказывает, что розмарина мало. Положи еще пару веточек. Поэтому я вот беру веточек розмарина пару. Представляете, вот здесь розмарин покупают, а дома я его просто рву. И зимой тоже, он вечно зеленый. Рву в огороде, и сколько хочу, столько кладу. Я даже теперь подумаю о расширении розмариновой плантации, потому что вещь. Я по экспорте за границу? Слушай, Аленушка, я тебе могу этого розмарина, хочешь, на сушу? Сколько захочешь, сколько твоего сердца подскажет. Так, друзья, и на этой оптимистичной ноте мы закрываем, оставляем это до следующего дня, и завтра начнем готовить уже по-настоящему. Если это будет два ролика, то до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До вкусных и позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова